С начала года в администрацию Анапы поступило 446 обращений. 93 из них анапчане озвучили на личных приемах главы и его заместителей. Юрий Поляков еще раз обращает внимание служб на качество работы с обращениями граждан. Пожалуйста, в жалобах пишите конкретно, в какие сроки что вы должны исполнить. Если вы написали, что 27 октября такая-то улица будет там отсыпана, значит, поедьте и проверьте, ставьте у себя в графике, что ее надо проверить. И чтобы мы не получали второй раз письмо, что вы написали 27 числа, а поручение не выполнено. Большая часть обращений из сферы ЖКХ. По сути, список задач в жалобах анапчан. Их надо брать за основу в работе с сельским главом и коммунальщиком. Выезд на место нужно смотреть, Василий Александрович, что у вас там не засыпано. А потом, она мне сказала, что вы возите, возите, но сыпите где-то там, не знаю, в центре, на других улицах. Да нет, я так понимаю, это в сторону Песчанова, наверное, да? Да, но там действительно с дорогами проблемы, надо уделить там внимание. Анжела Анатольевна, вы на контроль берете какие улицы, все. Еще один повод для критики в адрес властей – постоянные отключения света. Энергосетевое хозяйство Анапы сосредоточено в руках ресурсников, а жалобы потоком идут в администрацию. Есть какие-то регламентные работы или там аварийные работы. Очевидно, у вас есть норма часы. Вот это устраняется столько, это устраняется столько. Но когда у людей целый день света нет, возникает вопрос. Что делает администрация города? У нас каждый день, вот каждый день что-то происходит в городе. И постоянно отключается свет. Ну как вы работаете? Объясните, вы можете сделать так, чтобы неделю, две, три у нас в районе не выключался свет? В городе и в районе. В сезон торговли Хамсой, а скоро это будут еще и мандарины, новогодние сувениры и атрибутика, важно не дать нелегальным торговцам заполнить город. Рейдовые мероприятия по выявлению стихийных точек идут ежедневно, доложил замглавы Эдуард Балмышев. Здесь надо жестко держать. Я думаю, надо договориться с полицией, они всегда помогают в этом. О направлении. И уделите этому внимание. 22 ярмарки есть выходного дня, он на ярмарках торгует, кому надо, тот ее там купит. В магазинах есть везде. В завершении совещания прозвучала задача. На каждой общегородской планерке заместители главы должны держать отчет по выполненным поручениям главы. В сегодняшний день. В сегодняшний день. Продолжение следует...